Еще один важный вопрос. По поручению президента в начале этого года правительство проработало и подписало межправительственное соглашение о поставке белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Этот документ рассчитан на три года и предусматривает возможность автоматического продления. За это время должно быть перевезено почти 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Месяц назад в этом направлении началась активная работа. Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн. Это почти на четверть превышает запланированные объемы. По прогнозам в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей как минимум на 100 тысяч тонн. Это хороший темп. Образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках союзного государства, а по сути создан новый международный транспортный коридор. Я просил бы министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева подробнее доложить о том, как идет перевалка белорусских нефтепродуктов. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые участники совещания. 5 марта 2021 года с Мудрского НПЗ Республики Беларусь для перевалки на терминале Порт-Энерго в морском порту Устуга несколькими составами было отправлено более 5 тысяч тонн белорусского бензина. Следом 6 марта осуществлена перевозка партии Мазута общим объемом 3,6 тысяч тонн. Груз проследовал для перевалки на Петербургский нефтяной терминал в морском порту Санкт-Петербурга. Так началась реализация важного для экономики наших стран проекта. Два крупнейших северо-западных порта России стали важными звеньями нового международного транспортного коридора, о чем Вы упомянули, Михаил Владимирович. По итогам месяца для перевалки через терминал морского порта Устуга было доставлено почти 111 тысяч тонн бензина при планируемых соглашениям нормы 86 тысяч тонн. Петербургский нефтяной терминал был направлен для перевалки 96,6 тысяч тонн мазута вместо изначально планируемых 90 тысяч тонн. Кроме того, на терминаловую услугу успешно доставлено 14,6 тысяч тонн газойля. При этом поставок данного вида груза в марте не планировалось. В марте мы прошли сопережающие прогрузки дохода российских компаний от экспорта транспортных услуг. По перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов в марте составили около 348 миллионов рублей. В том числе на дорожном транспорте 142 миллиона рублей, для терминалов морских портов 206 миллионов рублей. Позитивный прогноз данный на текущий месяц. График отгрузок нефтеперерабатывающих заводов на апрель предусматривает отправку около 280 тысяч тонн нефтепродуктов, среди которых 106 тысяч тонн газойля, 92,5 тысячи тонн мазута и 71 тысяча тонн бензина. И это при том, что в апреле была предусмотрена отгрузка не менее 180 тысяч тонн продукции. В мае-июне запланирована отправка около 360 тысяч тонн нефтепродуктов, среди которых 281 тысяч тонн газойля и 79 тысяч тонн мазута. Отмечу, что минимально гарантированный объём, указанный белорусской стороной на 2021 год, составляет около 1,8 миллиона тонн. В целях реализации соглашений между хозяйствующими субъектами двух стран были подписаны соответствующие договоры, где железнодорожным оператором выступило дочернее общество ООО РЖД, федеральная грузовая компания. Государственный статус данной компании стал твёрдой основой для реализации соглашений и гарантии надлежащего качества перевозки. Уважаемый Михаил Владимирович, данное соглашение стало возможным за счёт создания более выгодных и надёжных логистических цепочек для грузоотправителей по сравнению с портами Прибалтики. Ярким подтверждением этого является то, что с апреля к указанному объёму ежемесячно добавляется 27 тысяч тонн бензина, поставляемого из Беларуси и произведённого из азербайджанской нефти. В настоящее время Минтранс России обсуждает с белорусскими коллегами возможность переадресации более широкого спектра экспортных грузов через российские порты. Мы получили от коллег предложение и условия, которые мы сейчас детально прорабатываем. Благодарю за внимание. Спасибо, Виталий Геннадьевич. Конечно, эту работу нужно продолжать, и очень важно здесь обеспечивать качество и своевременность поставок. Речь прежде всего идёт об укреплении наших экономических связей, о загрузке транспортной инфраструктуры, ну и, конечно, в дальнейшем о создании единых энергетических рынков. Надо активнее использовать и приумножать конкурентные преимущества России и Беларуси.